Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! На портале экзегет.ру с вами претерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем третью главу послания апостола Павла к римлянам. В этой главе содержится множество утверждений, которые для апостола Павла являются магистральными утверждениями, на чем строится его богословие. И большинство из них при поверхностном чтении остаются без внимания. Мы их как будто не замечаем, не различаем. И чтобы их начать видеть, нужно привыкнуть вообще к своеобразному стилю апостола Павла. Для современного читателя его послания кажутся очень запутанными, как будто он свои мысли запутанно выражает. Но это не дефект литературного стиля. Его мысли и его богословие действительно очень сложно, с нюансами и внутренне противоречиво. Он как будто все время ведет спор с самим собой. И поэтому те переводы, где отдельные кусочки фразы пишутся с отдельной строки, как будто мы тем самым различаем реплики в диалоге, они помогают глубже понять мысль апостола Павла. Третья глава является своего рода переходной главой. И после того, что было заявлено в первых двух главах, эта третья глава становится как трамплин к новым мыслям, к новому полету, который откроется в четвертой главе. Но в ней мы опять увидим важные тезисы, с которыми мы встречались в предыдущих главах. Прежде всего о том, что весть о спасении касается всех людей. И в предыдущих главах, как рефрен, повторялась мысль, что между иудеем и эллином, между избранным народом и язычниками для Бога нет никаких различий. Потому что Бог нелицеприятен, Он не взирает на лица, Он взирает на утробы, Он взвешивает сердца. И третья глава начинается вопросом, который является репликой тому, о чем говорилось в предыдущей главе. Тогда в чем же преимущество иудея? В чем польза от обрезания? Ответ. Много преимуществ во всех отношениях. И прежде всего в том, что им верены пророчества Божии. Тот, кто внимательно читает апостола Павла, понимает, что слово «иудей» и слово «обрезание» являются в каком-то смысле синонимами, потому что речь идет об одной и той же реальности. Иудей — это тот, кто принял обрезание. Поэтому есть ли какие-то привилегии, преимущества у иудея? И есть ли какая-то польза, какой-то смысл в том, чтобы совершать телесное обрезание? Этот вопрос возникает, потому что в общине римлян очень много христиан из язычников. Мы знаем, что первое поколение христиан в основном были христиане из иудеев, принявших обрезание и исполнявших заповеди ветхозаветного закона. Но вот когда появляется новое поколение, когда их становится очень много вчерашних язычников, то вопрос встает, а им нужно принимать обрезание и исполнять предписание ветхого закона или нет? Если не нужно, то у иудеев есть ли какие-то привилегии? Они в чем-то являются в более выгодном положении. И апостол Павел сначала говорит «много преимуществ во всех отношениях». Хотя затем мы увидим, что он скажет нечто совершенно противоположное. Но и то, и другое нужно держать вместе, потому что сама реальность очень парадоксальна, и в ней не может быть просто параллельного или перпендикулярного, реальность многомерна. Первое преимущество и величайшее преимущество в том, что народу Божию были доверены пророчества Божии, были доверены слова Божии. «А если некоторые оказались неверными, что тогда? Их неверность не сделает ли бессильной верность Бога?» Другой вопрос, которому переходит апостол Павел без всяких связок. Речь идет о тех иудеях, которые оказались неверными, не соблюдали заповеди закона. Что тогда? Неверность человека не ставит ли под вопрос, не делает ли безоружным любовь Бога и его верность. Но Бог остается всегда верным, и поэтому апостол Павел отвечает самому себе «не быть этому никогда, ни при каких обстоятельствах». «Всякий человек лжец. Бог да пребудет правдивым, как написано, чтобы оправдан ты был в словах твоих и победил, когда будут судиться с тобой». Неверность человека никак не может отразиться на качествах Бога. Бог остается верным, и Бог верит в человечество. Эта вера и эта верность Бога и являются основой всего сущего. И дальше мы видим целое нагромождение возражений, ответов, попыток оправдаться или выдвинуть другой тезис. Потому что сама по себе, как я сказал, мысль апостола Павла парадоксальна, и к этому нужно привыкнуть. В частности, он очень часто цитирует своих оппонентов. Он приводит мнение людей, которые не понимают апостола Павла, которые искажают его мысль. Он говорит «клевещут, клеветники, люди, которые искажают мысль». И поэтому он приводит вот эти искаженные мнения, и на них тоже пытается ответить. И по ходу спора, внутренней полемики переплетаются то, что очень важно, и то, что является второстепенным. «Всяк человек лжец». Это очевидно, потому что человек рождается в мир, как смертный, как человек, несвободный от ошибок. Поэтому «всяк человек лжец», в нем очень мало правды. Мы легко можем ошибаться. И очень часто люди лгут не только окружающим, но и самим себе. «Как написано, чтобы оправдан ты был в словах твоих и победил, когда будут судиться с тобой». Конечно, мы узнаем здесь цитату из 50-го псалма. «Человек лжец, человек лукав, но Бог истинен». И здесь есть тонкости перевода, потому что в греческом тексте этого псалма, как мы его слышим в славянском тексте, речь идет о том, что человек оправдится словами Бога. В глазах Бога он обретет оправдание, прощение. И в этом суде, который будет разыгран между Богом и человеком, конечно, победит Господь. Но победа Бога будет в действительности спасением для человека. «Всякий человек лжец» — это цитата, поэтому сказано, как написано. Мы увидим, что для апостола Павла это очень важно. То Евангелие, которое он несет о воскресении Христа, о том, что Бог воскресил своего Сына Иисуса Христа, эта весть о воскресении всегда согласна Писанию. Поэтому эта фраза «по Писанию» или «как написано» — она чрезвычайно важна. «Но если наша неправда открывает правду Божию, то что на это скажем? Быть может, Бог несправедлив, насылая гнев, я говорю по-человечески». Здесь нужно понимать, что слово «неправда» означает не совсем то, что нам прежде всего приходит на ум. И нужно привыкнуть, что все ключевые слова, которые произносит апостол Павел, «благодать», «оправдание», «вера», «милость» — все эти слова имеют совершенно другое звучание, поэтому нужно привыкнуть к этому. Слово «неправда» в его устах означает буквально внутренний разлад. Человек как расстроенный рояль. Ты нажимаешь на нужные клавиши, но музыка звучит фальшивая. Вот в этом есть неправда, некая внутренняя разлаженность. И эта разлаженность человека, его ненастроенность в действительности подтверждает лишь то, что есть какой-то эталон и идеал гармонии. Поэтому наши неправды свидетельствуют о правде Бога. Что на это скажет? Разве Бог несправедлив, когда Он насылает свой гнев? Но если мы лжецы по своей природе, если нам это дано от рождения, и мы в каком-то плане заложники этого, разве мы в этом виноваты, и разве за это нас Бог может наказывать? Тем более, если наш грех является правду Божию, то почему Бог наказывает? И здесь апостол Павел добавляет «я говорю как человек». Потому что в действительности нам кажется, что это очень важные размышления, потому что мы очень часто это слышим. Но апостол Павел цитирует мнение людей, которые искажают истину. Поэтому я говорю по-человечески, я говорю как человек. Имеется в виду, я говорю как плоть. Человек, который способен ошибаться, и не просто ошибаться, но еще и увлекать других в слабость своего суждения. «Не быть тому, иначе, как же Бог будет судить мир?» И ответ. «Но все же, если моя ложь показала изобилие правдивости Божией, к славе Божией, то зачем же осуждать меня, как грешника? И не творит ли нам зло, чтобы вышло добро, как иные клевещут на нас, утверждая, будто мы так и получаем?» Вот они и достойны осуждения. Здесь мы можем увидеть, что мысль апостола Павла как горный поток. Она очень неистовая, многозначная. Он сам с собой спорит, и мы слышим, как будто множество голосов здесь. И прежде всего есть люди, которые воспринимают проповедь Евангелия, проповедь о том, что Бог победил грех, и поэтому нам даровано оправдание, как некое оправдание греха. И мы очень часто это можем слышать. Люди говорят, не согрешишь, не спасешься. И если ты говоришь о том, что мы искуплены или оправданы, то тем самым не потакаешь ли ты греху, и не заставляешь ли нас грешить ради спасения? Вот такая кривая мысль, которая вызывает гнев апостола Павла. Поэтому он и говорит, вот они-то и достойны осуждения. И новый виток мысли. Так что же, имеем ли мы, иудеи, превосходство? Возвращаемся к первой мысли. И ответ, вовсе нет. То есть во втором стихе мы слышали, да, множество преимуществ и во всех отношениях полно привилегий. В девятом стихе вовсе нет. Ведь я уже предъявил обвинение, как иудеи, так и эллины, все под грехом, как написано. В действительности нет ни одного праведника, потому что человек сам по себе не свободен от греха, от ошибок, от заблуждений. И дальше на протяжении девяти стихов следует набор цитат из Ветхого Завета. Прежде всего, увещевание пророков, размышления мудрых, слова из псалмов, слова молитвы, которые подтверждают, что нет ни одного праведника и нет ни одного человека, который был бы свободен и искуплен от греха. Нет праведника, нет ни одного, нет разумеющего, нет никого, кто ищет Бога. Все уклонились, все разом негодны стали, «Нет творящего добро, нет ни одного. Могила отверстия гортань их, языками своими лгали они, яд змеиный на их губах. Уста их проклятия и желчи полны. Спешат стопы их, чтобы кровь пролить, разрушение и горе вдоль их путей. А пути мирного не знают они, нет страха Божия перед очами их». Вот картина, которая нам же выписывает образ греха, который повсюду царствует в мире, как некий беспредел греха. Но здесь вопрос о законе. А мы знаем, чтобы закон не говорил, он обращается к тем, кто живет под законом. Так что пусть замкнутся все уста и будет подсуден Богу весь мир, потому что никакая плоть не будет оправдана перед ним делами закона, ибо через закон познается грех. И здесь апостол Павел размышляет отчасти как иудей, потому что основа иудаизма в том, что человек, принявший обрезание, человек, исполняющий заповеди закона, все предписания, он вступает в завет с Богом, и Бог становится в каком-то смысле заложником этих обстоятельств, потому что человек исполняет, и Бог ему должен воздать за ту правду, которую он совершает в своей жизни. Но апостол Павел здесь показывает какую-то парадоксальность закона, потому что закон никого не может спасти, закон никого не может оправдать. Единственное, что вы можете понять для себя, читая, скажем, уголовный кодекс, это видеть, что на самом деле вы на волосок от некоторых преступлений, и закон все время обнажает только грех, и о том, как легко оказаться на скамье подсудимых. Поэтому закон не может быть оправдан. И здесь полемика с иудаизмом, с людьми, которые говорили о том, что если у нас закон, то у нас есть и спасение. Но здесь возникает очень важная вещь. Опять же, применительно к слову закон нужно научиться понимать то, что имеет в виду апостол Павел. Слышать то, как это слово звучит в его устах, а не так, как оно звучит в наших устах, первое, что нам приходит на ум. Потому что в связи с словом закон у нас приходят самые разные идеи. Но чем не является это слово? Оно не является чем-то просто этическим или нравственным. Это не является чем-то связанным исключительно с правом, обязанностями, с юриспруденцией. Это не связано с психологией. Закон — это то, что предшествует всему этому. Потому что в устах апостола Павла очень часто слово «закон» является синонимом слова «тора». «Тора». Он пишет по-гречески, но он иудей, и первое, что ему приходит на ум, это «тора». Пятикнижие, откровение Бога. И поэтому это всегда больше, чем просто закон. Еще для того, чтобы понять, почему так много противоречий и очень странных наслоений в логике апостола Павла, нужно понимать, что свое послание он диктует. Более того, он испытывает какие-то очень сильные чувства. Его мысль бурлит. Он диктует. Он не пишет письменный трактат, где можно по пунктам что-то излагать, противоречить самому себе, взвешивать аргументы. Нет, это устная речь, и поэтому, как он диктует, так и записано. И мы оказываемся в эпицентре этого потока живой мысли. Следующая тема связана с откровением правды Божией. В действительности закон должен открывать не только грех и не только то, в чем мы были неправы, в чем мы согрешили или в чем мы виновны. Прежде всего, апостола Павла интересует откровение божественной истины, божественной правды. И есть очень простой ключ, без которого мы не сможем правильно понять апостола Павла. Нужно всегда иметь в виду, что он все это говорит только ради одного. Он несет свое Евангелие. Он несет некую благую весть. И поэтому все, о чем он говорит, можно понять только исходя из этой вести. Христос в воскресе. Все связано с воскресением Христа. Оно было в начале, оно открылось сейчас. Это будет последнее слово Бога. И поэтому закон не может быть какой-то абсолютной точкой отсчета. Он соотносится с тем Евангелием, который принес апостол Павел, потому что в действительности все Писание, весь закон только об одном. О том, что однажды мир будет спасен через Мессию, через Христа. И вот это совершилось. И поэтому закон нужно прочитать совершенно иначе. Независимо от закона явлена правда Божия, о которой свидетельствовали закон и пророки. Закон и пророки, то есть пятикнижие и пророки. Вот слово закон в том значении, когда это синоним Писаний. Правда Божия, действенная через веру в Иисуса Христа для всех и на всех, кто верует, без различия. И так спасает не закон, спасает не исполнение заповедей, не исполнение предписаний, спасает вера. Вера в Иисуса Христа и эта мысль пройдет красной нитью через все послание апостола Павла к римлянам. Ибо все стали грешными и лишены славы Божией. Но всех оправдывает Бог даром по благодати своей через выкуп во Христе Иисусе, которого Бог предложил как жертву очищения кровью его через веру. Так открыл Бог правду свою через прощение при грешении, совершенных прежде, во время долготерпения Божия. Время долготерпения Божия, конечно, это те времена, когда во время Ноева потопа Бог вдруг принял окончательное решение никогда больше не наказывать все человечество за совершенный грех. Бог будет терпеть до конца. Именно это имеется в виду здесь долготерпение Божие. И апостол Павел здесь говорит очень важную мысль о том, что искупление, прощение, в частности, прощение долгов, оно не связано с какими-то заслугами. Оно связано именно с благодатью. Это щедрый дар, это царственный дар самого Бога. Это именно благодать. И это единственное, что может спасти людей. Никакие усилия не могут привести к спасению, потому что мы приходим в этот мир, мы рождаемся, мы не сами себе даем жизнь, и не мы ее берем, нам ее дают. И поэтому, как сама жизнь, является таким благодатным даром, который от нас не зависит. Более того, это всегда неоплатный долг, это такой дар, за который мы никогда не сможем до конца отблагодарить. Точно так же и то спасение, которое дается через Христа, оно чистый дар и чистая благодать. И дальше апостол Павел употребляет здесь очень важное слово. Он говорит о жертве очищения, кровью, и затем он будет говорить об искуплении. И все это заимствовано из ритуалов Иерусалимского храма, потому что речь идет именно о жертвоприношении, о храмовой жертве, которая приносится Богу как жертва умилостивления, искупления, для того, чтобы человек мог обрести благодать, благоволение в глазах Бога. Но человек не может принести таких жертв. Единственное приношение, которое будет до конца приятно Богу, станет очищением, это смерть и воскресение самого Христа. Итак, мы считаем, что человека оправдывает вера независимо от дел закона. Разве Бог только иудеев? Не Бог ли Он также и язычников? Да, и язычников. Потому что один Бог, Он обрезанных оправдывает верою и не обрезанных через ту же веру. Вопрос. Так что же, верою мы разрушаем закон? Верою во Иисуса Христа, став христианами, мы упраздняем закон, мы снимаем его ценность. Ответ. Не быть тому. Ни в коем случае, да не будет вовек. Напротив, мы подтверждаем закон. Это мысль кажется совершенно парадоксальный. Апостол Павел как будто оспаривает самого себя и противоречит самому себе, но в действительности нужно принимать эту реальность во всей ее парадоксальности. Потому что вера воскресения Христа не является просто каким-то мнением, суждением, рассуждением о том, что некто, Иисус из Назарета однажды воскрес, вера означает принятие этого воскресения, это означает самому воскреснуть. И уже тогда сама реальность закона обретает совершенно новые измерения и новое звучание. В воскресении Христа закон исполняется, обретает свою полноту. И поэтому те, кто верует в воскресение, в действительности лишь только подтверждают ценность всего того, что было открыто в ветхозаветном законе, потому что все Писание говорит о воскрешенном Христе. На портале КЗГТРУ с вами был протеерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Продолжение следует...